Виза с апреля позволит оплачивать карты без введения пин-кода покупки на сумму до 3000 рублей. Сейчас до 1000 рублей. Решение упростит платежи для клиентов, но может увеличить риски мошенничества с картами. Письмо с новыми правилами было разослано банком. Осенью 2018 года Виза сообщала, что Россия находится в тройке стран-лидеров по количеству бесконтактных платежей, которые совершаются как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов. Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и другие системы. Эксперты Сбербанка, между тем, назвали рост бесконтактных платежей одним из главных трендов последних двух лет. По данным банка, на конец 2018 года в России было выпущено более 270 миллионов карт, и почти 50% операций по ним совершаются как раз бесконтактным способом. Хотя еще в январе 2017 года этот показатель не превышал 1%. Ныне действующий лимит 1000 рублей был установлен, когда курс валюты был в два с лишним раза ниже, а сами бесконтактные платежи являлись новинкой для рынка. Поэтому сейчас, когда бесконтактные платежи вошли в привычку, виза поднимает его для продолжения развития рынка без наличных платежей, говорят эксперты. Поговорим подробнее об этой системе. У нас в студии Наталья Чиковитова, эксперт в области банковского бизнеса. Наталья Александровна, доброе утро. Доброе утро. Бесконтактные платежи появились сравнительно недавно. Насколько они популярны? Ну, можно сказать, что бесконтактные платежи достаточно быстро стали популярными. Но, наверное, на первом этапе, в первую очередь, это заслуга банков, которые стали активно имитировать карты и просто выдавать пластик клиентам уже с новыми функциями. И параллельно выстраивать инфраструктуру, которая позволяет принимать к оплате такие карты. А уже после этого держатели карт оценили простоту использования. И, в принципе, сейчас даже у клиентов есть такая потребность использовать именно карты бесконтактные. Потому что, когда они имеют две карты, обычную и бесконтактную, они предпочитают все-таки второй вариант. Но вот о банке как-то отслеживают? Клиент расплачивается смартфоном или какими-то другими гаджетами? Часами. Теми же часами, например. Либо картой все-таки. Ну, у банка есть возможность такая отслеживать платежи, карта это либо какими-то гаджетами. Но, тем не менее, на сегодня все-таки больше платежей проходит с использованием карт. На втором месте, естественно, смартфоны. А уже стикеры, часы, ну, пока еще занимают небольшую долю. Но вот какое количество, вот если брать от общего количества карт, да, какой процент хотя бы сейчас бесконтактный уже имеет способ бесконтактной оплаты? Есть такие данные наверняка? Ну, я точно не скажу, но более половины операций уже в любом случае осуществляется с помощью бесконтактных платежей. Здесь, наверное, больше зависит даже не от того, что держатели не хотят пользоваться, а от того, что банки, допустим, либо имитировали ранее какие-то карты, да, ну, по старой технологии, и они еще действуют, возможно, будут заменены, либо продолжают еще сейчас. А вот, знаете, я заметил, что, я честно говоря, я ждал, когда будут бесконтактные платежи, введены в России по смартфону, во всяком случае, и буквально с первого дня начал пользоваться. И я заметил, что инфраструктура, она практически вся подготовлена была, то есть терминалы все были готовы принимать как раз-таки по бесконтактным платежам. За счет чего этого удалось добиться? Как-то готовились заранее или что? Безусловно. Более того, есть требования визы для того, чтобы вся инфраструктура могла принимать в начале 2020 года, то есть вся инфраструктура должна быть выстроена. Если говорить про терминалы, то уже почти 90% терминалов имеют такую возможность. То есть, в общем-то, ограничений практически нет, но и на банкоматах тоже уже есть такая функция, поэтому вот забыть карту в банкомате уже не получится. Наталья Александровна, а вот насколько защищены такие платежи? Ну, наверное, такой способ оплаты, в принципе, является одним из самых защищенных. То есть вот опасность, я бы сказала, сильно преувеличена. На самом деле технологии развиваются, и тут надо понимать, что даже техническая возможность получить информацию не означает, что это будут делать или есть экономическая целесообразность это делать. Ну, получается, если мы уже даже пин-код практически не набираем, то есть только вот Face ID или там по отпечатку пальца, но иногда есть возможность по цифровому паролю получить информацию, если не срабатывает. То есть только вот эта информация и наличие смартфона позволяет человеку украсть деньги с карты. Ну, смотрите, в самом смартфоне сама информация, полные данные карты, они и хранятся. Вот если сравнивать даже саму карту, когда клиент пользуется бесконтактной картой или смартфон, ну, смартфон, можно сказать, более защищенная информация, чем просто при использовании карты. Ну, были ли какие-то случаи вот за время распространения бесконтактных платежей, именно воровства с карт может быть с использованием каких-то гаджетов специальных? Ну, достаточно много про это пишут в интернете, но, как я уже сказала, технически это возможно. Практически, ну, нет ни экономической целесообразности, это первое. А второе, задача же мошенников получить не данные карты, задача мошенников получить деньги. А чтобы получить деньги, держатель этого оборудования или терминала должен иметь договор с банком и, в принципе, быть юридическим лицом и иметь договор с банком. Поэтому, ну, сами по себе данные карты не нужны, если их нельзя превратить в деньги. Поэтому я бы сказала, что, ну, прям опасность действительно сильно преувеличена. Более того, если вы в транспорте переполненном будете вводить пин-код, ну, наверное, даже скорее ваши данные станут известны мошенникам, да, и они смогут не только там где-то рассчитаться, а и снять в банкомате при наличии пин-кода. Ну, а вот увеличение лимита платежей не может повлечь всплеск воровства карт? Я не думаю, что это повлечет всплеск воровства. Я бы сказала, увеличивается риск, если клиент забыл, бросил где-то карту, оставил, то, конечно, увеличивает риск того, что вот сумма, которую можно использовать с карты, да, она больше. Но, опять же, нужно, ну, это обычная, да, защищенность, так же, как и наличных денег, так и карты. Клиент должен знать, где находится карта при обнаружении, то, что ее нет, он должен ее заблокировать. Да, способов очень много, он может устанавливать лимиты какие угодно, хоть один рубль, да, пользоваться смартфоном, зашить данные в смартфон, и тогда, опять же, не будут доступны. Ну, и плюс, если мошенник станет совершать большое количество операций до 3000 рублей, это тоже вызовет подозрение у банка, и, скорее всего, такая карта будет блокирована. Ну, в общем, будем чуть более внимательны, если вдруг произошла ситуация, что мы потеряли смартфон или карту, лучше сразу все это дело заблокировать. Спасибо большое, Наталья Александровна, что пришли к нам в гости. Напомню, что у нас в студии была Наталья Чиковитова, эксперт в области банковского бизнеса. Субтитры сделал DimaTorzok